МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, вот так вот сразу с улыбок и шуток, с прибауток, с песнями и танцами хочется добавить. Это здорово, это хороший знак. Добрый вечер, вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И с вами веселые вечерние ведущие программы «Вечерняя игра» Ли Сергеева. Петр Нежинский. Веселая беседа, я думаю, нам и предстоит как раз сегодня. И сейчас мы даже расскажем, с кем нам предстоит веселая беседа. С премьером Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженным артистом Татарстана, лауреатом международных конкурсов Олегом Ивенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Не успели мы за нашими веселыми беседами спросить вас по поводу любви к домино? А я спросил, кстати. Да, все, опыт, знания есть. Все прекрасно. Тогда начинаем. Семь костяшек мы берем. А восьмую варим в супе. И пока мы начинаем нашу сегодняшнюю игру, я предлагаю немножко нарушить традицию нашей программы и сразу посмотреть сюжет. Так что, пожалуйста. Новшество. Кто из нас не мечтал в детстве быть Суперменом, Терминатором или Золушкой? Некоторые восхищались другими героями. Плохими и злыми, но тоже сильными и могущественными. Современные дети о таких знают даже больше. Кого помнишь? Злая королева. Качеви-смертный. Антифлэш. Мальфицировка. Саруман, Саурон, Злосильный колец. Мультфильмов и фильмов сейчас так много, что всех героев и не запомнишь. Мы решили помочь детской памяти и попросили узнать сказочных злодеев по картинкам. Качеви-бессмертные знаем. Это Качеви-бессмертные. Я смотрела, но не... Вот это? Грю и Миньоны. Это Грю. Гадкий я. Грю, гадкий я. Пират. Бармалей. Бармалей. Как он называется? Вот это что? Волан-де-Морт. Это Волан-де-Морт из Гарри Поттера. Волан-де-Морт из Гарри Поттера. Сложности возникли почему-то только с героем культового диска мини-сериала «Доктором зло», с его забавным сынишкой мини-я. А вот Волан-де-Морта из Гарри Поттера и гадкого я узнали абсолютно все. Вот они, антигерои нашего времени. Один страшный и опасный, другой злой снаружи и добрый внутри. А догадался ли наш герой, почему мы сейчас рассказали об этих волшебниках? Возможно, он лично знаком с человеком, имеющим отношение к одному из них. Ну как, догадались, почему вы вам показали этот сюжет? Вы, наверное, думаете, что я Гарри Поттер? Исключительно об этом мы и думали перед программой. Но на Миньоны бы явно не похожи. Да, конечно, конечно, догадался сразу же. Это Рэй Файнс, на данный момент мой кинопапа, как я его называю везде. Вот, режиссер картины «Белый ворон». В который вы играете... Роль Рудольфа Нуреева. Вот. И я думаю, здесь неспроста в сюжете еще и прозвучала фраза про героев. Ведь, наверное, если вы решили заняться балетным искусством, одним из ваших героев как раз и был Рудольф Нуреев. Ну да, когда я был маленький, подрастал, конечно же, мы все смотрим на кого это, Рудольф Нуреев и Михаил Барышников. То есть такие талоны балета. Мы знаем, что немногое вам можно рассказать пока про съемки этого фильма. Давайте начнем с того, о чем говорить можно. Давайте. Итак, можем ли мы спросить вас и можете ли вы нам ответить о сюжете этого фильма? Мы оставим в секрете. Понятно. О личности вашего киношного папы. Какой он в площадке? Можем, можем. Иран, деспот? Я могу вам рассказать просто, как он относится ко мне. Так скажем, как он ведет себя с другими артистами и людьми. Это, конечно, великолепный человек. У него энергетика сумасшедшая. Просто он, когда общается с тобой, он передает массу энергии именно той, которая тебе нужна на данный момент. То есть, чтобы у тебя это максимум получилось, это просто суперкомфортно. Любая ситуация, даже жизненная, вот ты не знаешь, что дальше, допустим, делать, он тебе подходит и что-то такое скажет, от чего ты сразу же так все понял. Вот такие вот ситуации. А съемки, получается, где? Проходят. Не секрет? Во всех СМИ пишут в Санкт-Петербурге и в Париже. Так, одно дело, что пишут в СМИ, другое дело, как оно на самом деле. Может быть, мы в павильоне все на фоне зеленого экрана. Вы знаете, увидим, увидим. Увидим, когда будет уже фильм. А как вы считаете, совпадение или это, что все-таки на роль такого человека, опять же, был приглашен артист из Татарстана? Как вы нашли друг друга вообще? Это очень веселая история. Но это же не секрет. Да, просто дело в том, что я сейчас в голове думаю, что можно говорить, что нет. А вы каким-то контрактом связаны? Конечно, у меня контракт. Так вы не внимательно читали контракт? Нет, я имею в виду так, чтобы вам рассказать, но не самую изюминку. Чтобы изюминку оставить на потом, а то, что могу сказать, это могу сказать. Конечно же, естественно, это везде, это пробы и тому подобное. То есть, я слышал о них, но как-то так вот... Но это конкретно кастинги какие-то устраивались. Приходилось куда-то ехать, просматриваться или отправлять в свою портфолио? Я об этом как-то не думал. Совсем, совершенно. Это была другая история, которую мы узнаем, наверное, потом, после того, как появится фильм. Ну почему же все потом? Потом. Вот это потом. И когда же фильм появится, хорошо. Сколько нам еще мучатся в незнании? Ну, не знаю, я сам не знаю. Вот честно, сам не знаю, когда фильм появится. Я тоже его с нетерпением жду. Но съемки на данный момент закончены? Это секрет. Все секрет, все секрет. Вам надо работать немножко в другой области, а не в театральном искусстве. Давайте тогда поговорим непосредственно о фигуре Рудольфа Нуриева. Давайте. Да, вот это интересно в том плане, что я не так был погружен в него, как сейчас. Допустим, я сейчас о нем читаю эксклюзивные материалы, смотрю какие-то документальные фильмы, просто фильмы о нем. Потом смотрю всякие видео, читаю какие-то книги, которым фигурировал он, да. И, конечно же, чем больше я читаю, тем больше погружаю, тем больше он мне впечатляет. Потому что с каждой книгой что-то дополняется, и с каждой историей что-то дополняется отдельное, да. И когда ты так смотришь, уникаешь, какая у него сила жизни была, в том плане, что он хотел просто, чтобы перед ним все падали, можно так сказать. Знаете, как он выходит, знаете, как писали в книге в одной, он выходит на поклон и весь зал встал. То есть вот такого масштаба, конечно, сейчас очень тяжело добиться, чтобы ты вышел на поклон, а тебе зрительный зал весь встал. А он так делал, он один, да, то есть это гениально. Это, во-первых, все смотрели на его безумную энергетику, как он подавал, как он подавал себя на сцене, как смотрели на него зрители. То есть они не могли просто так пройти мимо. В любом случае, даже когда с ним разговаривали, он один взгляд вот так вот сделал, все. И так, и вниз сразу ушли, потому что... Но это была все-таки заслуга его личности, заслуга его таланта, заслуга его имени, которая гремела на весь мир. Вы знаете, это два разных человека до того, когда он уехал в Париж, и после того, когда он уехал в Париж, это два разных человека. Один человек был или скромный, которого мега амбиции, а второй человек, когда он уже полностью реализованный человек. У него нет, так скажем, ограничений. Он понимал, что все, что он захочет, он оттуда бьется, это все сделает. Он мог даже не платить за себя в ресторанах, он этого и не делал, соответственно. То есть он знал, что если он приходит, за него все платят, и он так сидит, как будто его не касается. Поэтому вот такой вот он человек был. То есть он мог обычному прохожему дать по голове, под затыльник, потому что его не устроило, как он на него посмотрел. То есть вот настолько человек был... А это хорошо или плохо, когда человек настолько свою личность ставит выше окружающих? Где-то хорошо, где-то плохо. Должна быть, мне кажется, в любом случае золотая середина, когда это дозволено, а это не дозволено. Ну а вот на себя примеряете, да, когда читаете, погружаетесь, то есть, о, вот это мне близко, там, допустим, вот это вот, ну, классно, но я пока еще и так не могу. Да, в любом случае все. У него такая вот, мне нравится вот эта жажда жизни, что он хотел получить все, и сразу вот это мне очень нравилось. Вот это я читаю или смотрю, да, и смотрю, как он все это делает, и это очень совпадает с моим, потому что мне хочется каждый раз развиваться, 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 идти вперед, 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 не останавливаясь, да. Вот, но она у него просто нереальная была. И вот, чтобы достать до этого же уровня, я не знаю, это у него просто с рождения, наверное. Знаете, я заметила, что мы за время сюжета так играть и не начали, я предлагаю сделать это сейчас. Ненадолго мы вас оставим, очень скоро вернемся вновь. Давай. У кого есть? А, я начинаю. А вот теперь была подстава. Нет, все нормально. Да, вот любопытно, когда, так, мне теперь подстава, да? Ладно, я сделаю вид, что пока не видел, что вы, Петр, сходили. А когда актер вживается в роль, особенно когда он играет какую-то личность действительно историческую и реально существующую, он начинает двигаться, как этот человек, начинает говорить, как этот человек. Ну, все по Станиславскому. Перенимает, да. А вы начали, получается, танцевать, как нуреют? Или в ресторанах за себя не платить? Да. Работает фишка, да? Работает. Вот, да. Это, да, это тоже практика была у меня. Серьезно? Да, я один раз просто сидел в ресторане с друзьями. Сходили в образ? Я сидел в ресторане, и мы попросили счет, принесли счет, и все начинают, в общем, рассчитываться. А я сижу, даже не смотрю на них, не обращаю внимания, и потом мне говорят, а будешь платить? Нет. Я здесь сегодня нуреют. Я сегодня не буду платить. И вот такая была, ну, серьезная ситуация, да. Но в том плане, можно сказать, что она пришла удачно, потому что я не заплатил. Опыт удал тебе. Да. Вот. А, конечно же, пластика, все манеры танца, это, конечно, очень интересно. В любой парте, когда ты танцуешь, ты в любом случае вживаешься в эту роль. В этом случае все так же само. Не отличается вообще ничего. Ты смотришь, какая у него пластика, какая у него походка, как он двигается, как разговаривает, конечно, какой акцент. То есть ты все это смотришь, конечно, это глобальная работа. Глобальная работа и персоналов, и самого меня. Да вы сами довольны тем, как все получилось? Или отснятый материал вы еще не видели? А кто вам про это сказал? Это секрет. Это секрет. Я вам скажу про то, что, конечно, это не мне судить. Вы будете судить, вы и скажете. Ну, а не страшно вот так вот, ну, не знаю, заиграться, что ли, и потерять себя, может быть, даже где-то? То есть вы как-то все-таки разграничиваете, что да, вот это вот моя роль, да, я сейчас погружаюсь в процесс, да, я изучаю эту личность. Но, Олег, я же все-таки Олег. Ну, вот у зеркала, да, там, допустим. Это уже что-то из черного лебедя. Потому что у актеров бывают такие проблемы. Не бывало такого пока что. Единственное, в тот случае, когда я там всю шуроле, там, да, там я себя не контролирую полностью. Там я уже полностью лесное чудище, которое... А давайте посмотрим на вас лесное чудище. Да, давайте. КОНЕЦ КОНЕЦ Правда, что шуролей – это ваша любимая роль? Да, правда. Одна из любимых теперь. Раньше была самая любимая, да, теперь одна из любимых. Почему? Потому что он риф сместил. Да нет. Почему шуролей – одна из любимых ролей? Ну, во-первых, я долго очень хотел ее станцевать. Все время так думал, думал, а не прорабатывал ее. Ну, а как там? Ну, мне вот, как, допустим, профану, да, не... Допустим, как профану, неизвестно, да? Может быть, есть в балетном искусстве действительно градация какая-то, да? Ты станцевал шуроле. Это такой гамлет местный. Там, ребята, ну, плюс 100 баллов ему. Там дальше? Еще? Или как вот это? Так и есть, знаете, когда танцуешь «Лебединое озеро», там, «Принцы», да, вот такое вот, наверное, есть. Но когда танцуешь шуроле, это, конечно, наш национальный балет. Это, в любом случае, это ответственность, потому что его столько пританцевало артистам, что... Мама, не горюй, да? А тут ты хочешь внести что-то новое. И вот, когда ты вводишься в премьеру, и вот твоя мечта так сбылась, да, ты понимаешь, что потом начинает потихонечку тебя акцентировать то, что ты добавил изюминки сюда, потом добавил сюда, сюда. И с каждым разом он старается все лучше и лучше и лучше. И я начал работать над этой партией, наверное, 8 человек со мной работало. То есть это и из Питера человек, и из Казани просто много солистов, которые даже его танцевали, они со мной работали, помогали, и каждый что-то дополнял мне. И то есть выстроился вот такой вот ком мохнатый, так скажем, на шуроле. То есть шуроле, на самом деле, он не повторяется, да, по большому счету? Каждый разный, да. Он всегда разный. Всегда разный. Любой артист, он каждый раз, он разный. А мне вот интересно, ну я так понял, что да, полномерная работа. То есть вы смотрели, опять же, материалы, изучали, да, вот как, допустим, перед важными матчами боксеры, опять же, изучать своего противника, да, какие-то сильные, слабые стороны. Читали сказку. Читали сказку. Безусловно. Да, вот, нет, почитал сказку, даже один раз случайно мультик посмотрел, старый-старый мультик какой-то про шуроле, да, то есть, но, конечно, он меня не так впечатлил, как свои собственные какие-то подсказки. А ваши эмоции? А какой? По очереди? Да. Кому отвечать? По очереди. Коллеги, конечно же. Давайте вначале про вашу шуроле. Да, допустим, меня разбудили случайно там, и когда я проснулся, я подумал, кто меня беспокоит, я спокойно спал, а потом я увидел это чудо-то в Сюмбике, и у меня все зашевелилось, я захотел сразу же ее забрать. Пощекотать. Да, забрать себе, пощекотать, чтобы эти крылья остались только у меня. Вот, и потом, когда появляется Бултыр на моей же территории, для меня это, меня это раздражает, я начинаю становиться агрессивным шуроле, который хочет отомстить. Но он мстит как? Щекотанием, и все. А Бултыр взял и сжег лес. Я пришел пощекотать, а меня сожгли. Такой безобидный набор злостности, небольшой был, в общем-то. А Бултыр пришел со спичками. А вы все-таки вот играете или танцуете? Или эти грани стираются, одна в другую переходит? Да, 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 стирается, потому что мне бывает такой момент, когда я полностью все не контролирую именно вот человеческие такие движения, когда ты превоплощаешься. И там вот это очень интересно, это все-таки очень забавно, потому что даже смотришь на своих коллег, да, и они понимают, что там не я, а у меня бешеные глаза, я смотрю на них так, то есть так. Защищаю их. Я отсюда говорю. То есть вот так защищаю их. То есть вот такой момент. А потом, когда заканчивается пилак, конечно же, все так и расслабляешься, сил нету. Так, ох, вздыхаешь, но и ностальгию, то что закончилось. И каждый раз хочется его танцевать, это никогда не заканчивается, это очень здорово. Олег, а вот по манере исполнения артиста другого, в гриме же все-таки, Шурале, возможно угадать, кто это? Конечно, конечно. То есть у каждого есть свои, да, почерк? Почерк, да, почерк виден в любом случае, да. Бывает, ну, я не знаю кто, может быть, бабушки, дедушки могут не увидеть, да, не различить этот, а профессионалы, они могут это учить в любом случае, потому что у каждого есть свои такие штучки, которые... Фишечки, да? Да, 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 там походка или стиль танца. То есть ты в любом случае видишь, что это вот тот или иной артист танцует. Но когда вы заканчивали хореографическое училище в Минске, то у вас было, ежели не путаем, больше 10 предложений из разных городов, от разных театров. Почему же выбрали Казань? Я всегда хотел танцовать в России, да, и то есть у меня было одно всего лишь предложение из России, это Казанский театр. Это я помню, как сейчас, я приехал на фестиваль училищ сюда, который проводится один раз в два года, и это было перед моим первым серьезным конкурсом я ехал. Вот, и потом Владимир Алексеевич, художественный руководитель театра оперы балета, он мне предложил остаться, но я уехал и совсем забыл про это. То есть потом потихонечку начали накапливаться предложения, и я так думаю, Европа, 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 это все здорово, да, но основная классика это Россия. И я позвонил, и все предложения в Сибири, я приехал, и с 10-го года уже работаю здесь. Но ведь тут еще и дружба сыграла, ваша партнерша тоже собиралась в Казань из училища. Да-да-да-да-да, это партнерша собиралась тоже из училища. Как-то вот приехали, все здорово, меня взяли в работу, и все, и начал потихонечку освоить материал балета. Конечно же, сразу же я не стал солистом. То есть я приехал, все мои иллюзии развеялись, после того, как мне сказали, постой, кердобалетий мальчик, да, ты посмотри на свои данные, то есть давай работай. Ой, а правда, вот опять-таки, на наш обывательский взгляд, после всех фильмов, после всех программ, виденных про балет и про театры. Правда, столько интриг и трудностей на пути к этому Олимпу? Такой тоже, наверное, часто задаваемый вопрос все-таки, но интересно. Интриги, интриги, как сказать, ну, конечно же, иголки никто не подкладывал, если вы про это, да, нет, не было такого. Такого не было. Такого не было, да. Сплетни, сплетнями они всегда будут. Вот. Театр – это такая вещь, знаете, что всегда будут про тебя говорить и всегда будут неправду. Только ты сам будешь знать про себя всю собственную правду. А все остальные будут для тебя лишь додумывать, придумывать и еще раз передумывать. Вот. С вот этим приходилось, конечно, терпеть что-то, как-то выносить, недооценка своего собственного «я», так скажем, да, когда в тебе не видят потенциального артиста, то есть ведущего, да. Это, конечно, с этим тоже пришлось бороться как-то через зубы, через какие-то недовольства, то, что мне не дают что-то танцевать, ты так сидишь, расстраиваешься, конечно, через это тоже приходится проходить, да. Я это проходил, это тоже, это был нелегкий процесс в любом случае, да, но, слава Богу, сейчас это все прошло потихонечку. И работа моя поменяется, и стиль мой танца поменялся. И, конечно, было на тот момент, это было тяжело. Не скажу, что это было легко. Но это было интересно, потому что была конкуренция. Как бы она и сейчас есть, да, но сейчас просто... Подстегивало, наоборот. Да, подстегивало. А без конкуренции не интересно? Нет, не интересно. Ну, ты в зале, вот мужской балет, допустим, да, и каждый отличается чем-то. Ты начинаешь в зале показывать свои 100%, другой показывает свои 100%, третий показывает свои 100%. В итоге 150% показывают оба. Да. Почему 150? 300 на троих-то. И сообразили, балет хороший. Ну вот, кстати, про показывать все свои 100% и максимум возможностей. В балете «Белоснежка. 7 гномов» вы исполнили партию гнома-весельчака. Это вот интересно. Гном-танцующий балет, ладно, это одно. Но как станцевать гнома-весельчака? Никогда, это надо им быть. Мне кажется, да. То есть вы веселый человек? Я, конечно, веселый. По мне не видно. А может, вы соиграете? Нет, нет, нет. Я веселый человек, на самом деле, да. То есть, ну, я стараюсь быть веселым. Зрители сейчас, наверное, тоже должны поверить, что я веселый. Ха-ха. То есть, в любом случае, да. Нет, я веселый человек, и я стараюсь таким быть, всегда улыбаться. То есть, да, бывает, когда, конечно, ты грустишь, что-то подобное, когда больно, травма или что-то еще тебя расстраивает. Вот. Но в основном, да, я стараюсь улыбаться, не горевать. А вы с коллегами подшучиваете? В первую очередь. Постоянно. Постоянно, постоянно. Да, уже один подробностей. Я сижу, переодеваюсь в одной гримерке с японцем кое-кого. Очень хороший артист, хороший друг мой. Ему, видимо, больше всего достается от вас. Ну, немножко, да. Потому что он по-русски как бы говорит, но иногда неправильно. Как бы я украинец, я тоже по-русски нормально не говорю, но в любом случае лучше, да. И вот бывает, я начинаю часто. А я, кстати, аналоги нашел интересные, да. Вот гном-весельчак и шурале, да. Вот видите, тут пощекотать, а тут уж посмеяться. На одну бустону выпустить. А, видите, как и поздание у меня, болезнь большая. А есть какие-то вот веселые истории, байки, которые рассказывают артисты, переходящие из уст в уста, скажем так, легенды смешные? Или с вами какие-то вот случались? Их очень много. А любимая какая-нибудь есть? Любимая, это когда у меня была премьера в балете Капеля, я танцовал в Франции, и я одел кожаные сапоги. Вот, блин, думаю. Я их не очень люблю, потому что об них все время спотыкаешься. Ну, а я как-то чуть-чуть забыл об этом, и вот я танцую, и там обычная пробежка по авансцене, нужно было на ту сторону перебежать. И вот ответственный момент. Подходит ко мне партнерша, ну, показывает, говорит, будешь со мной танцевать? Я говорю, нет-нет, я разворачиваюсь и бегу, и как спотыкаясь, и лицом в пол, бах! Я стою, как ни в чем не бывало, и полу говорю, ну, что такое? И бегу на ту сторону. На этом история не закончится. Она подбегает с другой стороны, говорит, ты будешь танцевать со мной? Я говорю, нет, не буду. И опять нужно подбежать в ту сторону. Я бегу в ту сторону, и опять спотыкаюсь, и уже бегу, знаете, вот так вот. На которой останавливаюсь. Смотрю на обувь, она порвана. У меня вот так кожаная, кожаная ботина так порвалась. С криком, больше никогда выкидываете эти сапоги? Нет, я достал большой палец из кожаного ботинка. Да, и все. Пришлось, в общем, немножко танцевать в этом. Потом, спустя 10 минут, я пошел за кулисы, мне принесли уже другие сапоги и переоделывались. А вот к слову про сцену и, соответственно, пол. Многие приезжие артисты говорят, что сцена нашего театра оперы и балета Казанского помогает артисту. Байка или на самом деле помогает? Нет, мне тоже она помогает. Какая-то энергетика у меня есть. Знаете, в любом случае, когда я так помню самый-самый сильный мой случай, когда тоже была у меня премьера Али, потому что это был Нуривский фестиваль, а Рудольф Нурив, это его была коронка. Потом уже после московского конкурса он там показал и в зал взорвался. И я танцевал в этот день Али с приезжими артистами и как-то было, знаете, вот прошло все просто на ура, просто замечательно. Я сам этого не ожидал как-то, да. И вот тогда я почувствовал какую-то дополнительную энергетику такую, знаете, вот как будто он рядышком говорит, давай я с тобой, давай, 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 иди вперед. То есть вот так как-то. И вот мне кажется, все приезжие артисты это чувствуют в любом случае, какую-то энергию, знаете, такой силы. Здорово. Любовь будет, ну. А вы суеверный человек? Да. О, да. О, да. Бывает. Нет, в любом случае, да. Я православный человек, да, верующий. В свои такие истории я перестану целую пол. А, то есть это такая вот есть примета, да? Да, всегда целую пол. Я даже с ним иногда разговариваю. И не только ругаетесь на него? Нет, я стараюсь не ругаться, потому что опять споткнусь и паду, как мы в капелле. А что вы говорите полу? Не Маккартни, в смысле. А, пол, не Маккартни. Нет, всегда говорю, все, пожалуйста, помоги мне там, да, то есть такие вот какие-то вещи обычные, то есть совершенно. Ну, это как-то в своей голове в любом случае, вот, но как-то мне это помогает настроиться. Вот. И даже, и не только, не только у нас в Казани, как-то и на других сценах я выхожу, обязательно покрестился, поцеловал пол, готов, все, пошел. А есть вот реально у балетных артистов какая-то вот прям железная примета, которую они все исполняют? Ну, как у актеров, не роняйте сценарий перед спектаклем. Не роняйте режиссера. Режиссера, это само-само. Не надо. Чревато. Артист-боксер уронил режиссера. Какая-то прям одна такая, наверное, нет, мне кажется, нет. Мне кажется, у каждого своя какая-то есть в любом случае. А давайте мы сейчас посмотрим на результат ваших трудов, в том числе и на результат ваших стараний в уговаривании пола, чтобы он вам помог. Смотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Магия. А вот любопытно, для чего и вы уже такой артист и заслуженный, и именитый, и ваша партнерша тоже, имея ее знакомым многим, зачем вам участвовать в конкурсах? Ну, отвечу за себя. Последний мой конкурс был в Сеуле. У меня была тяжелая травма в 2014 году, я перелом ноги был. Это было 23-24, 23 года. У меня самый пик, когда нужно танцевать. И мне было невносимо сидеть, смотреть в зрительном зале, как кто-то другой танцует, когда ты знал, что ты можешь как-то тоже стоять на этой сцене, танцевать. И я вот так, я не ходил даже в театр, ничего не смогли. Во-первых, я был на Костылях. Я вообще практически не ходил, дома только был. На славу Богу, на тот момент была у меня мама, нарядочком, да, и близкие люди, определенное количество людей. И потом, когда уже в июне я уже пришел в себя, но я понял, что я не могу прыгать, как раньше. То есть, ну, вот на тот момент я вообще еле-еле отталкиваюсь. Показатели резко упали. Да, я понимал, что нужно работать, 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 работать. И для того, чтобы вшел страх, мне пришлось год это все преодолевать тоже в себе, в психологии и тому подобное. Да, потому что у тебя в любом случае страх приземлиться на ногу. Ты думаешь, что ты можешь не приземлиться, ну, просто опять приземлиться как-то не так, и все. И у тебя этот страх в голове, нужно его как-то преодолеть. И вот, чтобы убрать этот страх, я, конечно, начал с моим тогда педагогом готовиться на конкурс в Корее. И вот, слава Богу, все прошло хорошо, конкурс прошел. То есть, и вот он как-то мне помог реабилитироваться в этом во всем. Вот, так что вот этот конкурс именно я тогда ездил для того, чтобы реабилитироваться и поставить себя на ноги заново. То есть, вот, зарекомендовать себя, чтобы никто не забывал, да, что я есть такой артист. И вот реабилитироваться. А не было за этот год, вот, когда вы реабилитировались после перелома, момента, когда руки вот опустились? Когда руки опустились? Или хотелось просто плюнуть на все? Нет, это было, когда вот перелом был. Вот это было тяжело. Вот в этот момент, этот самый переломный момент был, когда ты понимал, что много людей ушло в любом случае из твоей жизни, да, и все по мне, как-то все с ног на голову перевернулось, совсем другая, мне кажется, совсем другая жизнь у меня началась, да. И мне кажется, что и фильм этот, это тоже какая-то другая глава в жизни. Мне кажется, это все началось после этого перелома. Знаете, вот как-то вот такими вот вспышками у тебя появляются какие-то такие вот интересные вещи. Вот, и, ну, как-то и все у меня сложилось, так, и у меня студия моя, и вот фильмы как-то вот лично, и все как-то вот так. То есть в итоге все к лучшему? Да, как-то перезапустило меня. Такое, знаете, вот как компьютер мы перезагружаем, то же самое, да, вот как-то перезапустило, и все работает так, как надо. Вот примета. Кстати, да. Ну, слава богу. Мы тоже сейчас не надо, давайте перезагрузимся, поиграем. Я вспомню, наконец, что мой ход. И посмотрим рекламу. У вас на все есть ответ. 5-6. Есть ответ? Это не ответ. И не вопрос. Давайте-ка вот так вот подзакроем мы вас тут немножко. Не получится. Олег, а вам больше нравится играть роли такие драматические, где накал страстей, и в итоге все умерли? Ну, если это драма, допустим. Или сказки, как «Шуролей», или та же «Белоснежка». Ну, вы знаете, у меня, во-первых, нужно понимать, какая у тебя фактура и какой твой потенциал танца. Да, я не могу во всех принцах выходить в любом случае, потому что у меня не та фактура, допустим, в Зигфриде, в Любдином озере, да. Я не во всех театрах могу выходить. Ну, вот такая вот ситуация. Расскажите нам, почему так происходит, мы же не знаем. А давайте-ка позвоним художественному руководителю и узнаем, почему я не танцую. Ну, то есть, вот просто вот фактуры там, как я не знаю, там, измеряют они, плечи должны быть. Нет, нет, просто это видно в любом случае. Есть классический танцовщик, когда у него прям просто ноги выворотные до ушей, да. То есть, он это так, скажем, назову это так. Ну, то есть, он... У нас же в балете нужно танцовать выворотно, правильно? Это страшно, я представил. Да, это страшно. Я могу вас поставить сейчас позицию, если хотите. Нет, спасибо. Нам, Пётр, ещё понадобится. Вот. Вот они танцуют в основном классические партии, такие, да, как принцы и тому подобное, да. А есть такие, как я. Какие? Это те люди, которые эмоциональные, они любят большие прыжки, вращения, какие-то драмы, спектакли. То есть, да, вот это я люблю. Конечно, я люблю сейчас тоже танцевать классически. Вот одна из моих пример сейчас была, это граф Альберт Болити-Жизель. Это, наверное, вот эта партия стала лучше, чем Шуроли. В том плане, что для меня, именно для меня. Она не отработана ещё до конца, над ней ещё очень много нужно работать, да. Но я её сейчас так полюбил, что... А почему вы её так полюбили? Не знаю, мне это интересная история, на самом деле. То, как девушка сошла с ума, и как он потом... Это совершенно случайно у него вышло, он хотел всего лишь, ну, как признаться в своих чувствах. А тут помешал Ганс, который раскрыл его, да. И потом вот эта вся трагедия, что он остался на кладбище, не побоялся вообще других теней, да, духов и тому подобное, да. То есть он боролся до конца, то есть подумал, что, возможно, может быть, она останется с ним в живом мире. И как-то вот это очень интересно мне оказалось. И романтик? И романтики нет. Бывают моменты, когда я могу быть романтиком, и бывает, когда уже нет, всё, я не романтик. Вот такие вот ситуации бывают. Но всё-таки драматургия больше перевешивает. Вот так вот из вашего ответа мы... Ну, интересно, когда этот персонаж раскрывается по ходу или спектакля, да, или, допустим, это тот же кино, да. Вот это интересно в любом случае. Ну, кому интересно, вот вышел принц, да, и вот он ходит с одним и тем же лицом на протяжении всего спектакля, и ноет, что вот лебедь не превращается в балерин, там, в человека, да. То есть, как бы это да, но почему-то всегда после балета все помнят, конечно же, главных персонажей, да, но и хорошо выделился там шут, да. То есть шут, он у нас, в нашей редакции, он очень хорошо тоже танцует, да. Вот, это моя самая первая партия была, когда я танцевал, приехал, там у меня была самая-самая первая, когда Владимир Алексеевич мне поставил вот эту партию. Вот. Ну, вот как-то так. А есть какая-то еще роль, мечта? Очень много, очень много. Я сейчас даже и не скажу их, я их не помню. Вот так скажем, да. Их просто очень много. Если назвать, допустим, спектакль, посмотреть этот спектакль, конечно же, хочется согласовать ту или определенную партию, да, но так как у нас в репертуаре, конечно, таких спектаклей нет, они больше идут в Европе или еще где-то, да. То есть, поэтому я выделяю сейчас самая яркая такая вот для меня, это граф Альберт вышел в премьере. Потому что это было неожиданно, потому что я немножко не подходил по типу этого спектакля. И все равно я станцевал, мне дали возможности, я постарался сбылываться на полную мощь в любом случае. А вы смогли бы станцевать в балете женскую партию? Нет. Нет, в любом случае нет. Это технически невозможно или по каким-то принципам? Я думаю, и технически в любом случае, да. Покривляться – это другое дело, покривляться – да. То есть это запросто? Да, это на раз просто вот так вот. То есть 1 апреля в театре оперы и балета? Да, мы одеваем женский костюм. Нет, конечно, нет. Нет, просто подурачиться – это да, так в любом случае. Это совсем разная техника и принципы. Они становятся на пуантах, но нет. То есть это разное. Правда, что вы поесть любите? Очень. Это просто, да. Для балетного человека это интересное признание. Мы приготовили для вас еду, сытный обед, ужин. Где он? В студию, пожалуйста. И выезжает. А есть любимое какое-то блюдо? А-а-а, неужели оно опять? Обожаю стейки. Без мяса вообще не могу. Обожаю стейки. Ну, с вашим графиком репетиции и тренировок, наверное, и сложно было бы без мяса. Да, сложно было бы без мяса. И в любом случае у меня такая структура тирана, я не могу поправиться. Вот я застрял на определенном килограмме, и все, и мне очень тяжело поправиться. Думаю, наши зрительницы вас сейчас возненавидели. Не надо. Они упали сейчас у экранов. Нет, не надо в любом случае, потому что столько я работаю, допустим, да, и это все сжигается. Ну, это да, это понятно. Потому что, вот, допустим, встал, вот сегодня у меня тренировка в 7 утра была теннис. Я потренировался с тренером в теннис, а у меня в 10 часов урок в театре, чтобы вы понимали. Я поел, пошел позанимался в театр, в театре позанимался, поел. А вечером еще и спектакль. Ну, если, допустим, такое, то, да, вечером спектакль, опять поел. Ну, и днем, естественно, поел. А почему теннис? Не знаю, мне очень захватывает этот вид спорта. Во-первых, там и сила должна быть, и скорость, и координация. И реакция. И мысль. И реакция, и все. Ну, как бы это здесь, там все должно быть. И как-то это очень интересно. Если в футболе, да, там, ты, конечно, за мячом бегаешь, как и в теннисе, да, только ты... Не будем говорить об отечественном футболе. Да. Вот, там ты работаешь ногами, тут ты работаешь и ногами, и руками. В любом случае, это замахи все. То есть, ну, как-то это очень, стало очень интересно. В один определенный момент. А есть у вас какое-то увлечение, не связанное с большими физическими нагрузками? Очень люблю психологию. Обожаю. Считать или практикуете? Обожать. Я, наверное, с 18 лет практикую ее. Прямо, я очень много перечитал про психологию, и прям очень мне нравится. То есть, мы сейчас прочитанные уже странички. Нет, ну, это действительно очень интересно. Мне очень нравится, да. В любом случае, как, почему человек так поступил, да. То есть, очень много одинаковых типов людей, просто у каждого свой характер, да. То есть, получается, когда вы готовитесь к роли, ваше вот это увлечение вам же и помогает? Да, помогает. Это очень так совпало, очень интересно. А у вас есть любимая страна какая-то? Страна? Планета? Нет, как таковой на данный момент нет, но я очень бы хотел побывать в Америке. Еще хотел бы побывать в Лондоне. Очень хотел бы. С рабочими визитами или для души? И так, и так, и так. В любом случае, и так, и так. Но вот туристически я бы хотел бы побывать в Америке, наверное, да, или в Лос-Анджелесе. А где вот конкретно? В каком штате? В Лос-Анджелесе? Да. В Лос-Анджелесе, в Нью-Йорк, там бы я очень хотел бы побывать, да. Посмотреть на звезды на полу, как аллея звезд, да, это называется? Да, да, да. Я бы вот ходить там, принести свою из Казани, поставить. Фото. Фото. Как будто она так и была там. И сфотографироваться, да. Нет, но в любом случае, вот в Нью-Йорк, в Лос-Анджелесе, да, я бы очень хотел бы там побывать. И очень жду приглашений. А в Лондоне что хотелось бы посмотреть? Ну, город и стиль, стиль города. А это как-то мне очень интересно. Но, вы знаете, вот всегда, как-то мне всегда был приятен Париж, в том плане, какой у них стиль. Я даже думаю, вот даже как-нибудь открыть кафе, в таком французском стиле, чтобы было очень интересно, такое семейное кафе, которое было бы очень забавно. Потому что сейчас, конечно, очень много кафе и тому подобное, да, но сделать это как-то со своим вкусом. А балет – это ваша жизнь или все-таки важная, но часть ее? Раньше была это вся жизнь, да, потом потихоньку, когда взрослеешь, ты начинаешь понимать, что болеет это не вся твоя жизнь, в любом случае, рано или поздно это закончится. Наверное, это я начал понимать, когда я начал увлекаться психологией и тому подобное, да. Потому что в 40 или там раньше у кого-то как-то происходит, да, ты знаешь, что она у тебя закончится. Тебе нужно жить дальше. Ну, всю жизнь, да, не будешь. Тебе нужно жить дальше и что-то делать. И нужно уже заранее сейчас об этом думать. То есть поэтому как-то я сейчас вот об этом стараюсь думать. А у вас есть главный жизненный принцип, которому никогда ни при каких условиях вы не измените? Кредо. Их много. Много. Наверное, один из самых главных принципов – это всегда оставаться веселым, да, и не поддаваться на чужие провокации. Такой вот принцип, потому что люди любят тебя провоцировать. Есть такие люди-вампиры, которые так тебя грызут. Нет-нет, а попадаются такие. Вот, но все равно ты стараешься оставаться в контроле, в любом случае, и ты видишь, что на человека это больше действует, чем на себя. Ты видишь, что он начинает больше злиться, потому что у него не получается. Это так хорошо. И, конечно, двигаться вперед. Самый главный такой мой принцип – это двигаться вперед, не оставаться назад. Бывают до момента, когда ты свалишься с ног, да, нужно уметь правильно встать. Вот, поэтому вот один момент у меня был, и вот, слава богу, мне помогли встать, и все. Сейчас еще сильнее стало, надеюсь, и морально, и физически. В этом плане. Да. Мы желаем вам двигаться всегда вперед, но чтобы вот таких падений вы в будущем все-таки избегали. Да, я надеюсь тоже на этом. Спасибо вам большое, что нашли время сегодня выбраться к нам. Разложить с нами каменошечку. У нас прекрасная беседа зато. Олег, огромная благодарность. Было очень интересно, познавательно, эмоционально, душевно, и весело, что самое главное. Как мы и обещали, в общем-то, все исполнили. Это была программа «Вечерняя игра». Побольше вам улыбок. Счастливо. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...